Впервые в Твери состоялся бал юно-армейцев. На один вечер ребята превратились в сударей и сударынь. Окунулась век 19-й и наша съемочная группа. Культура, эстетика — это все бал. Ведущий дает команду, и зал ДК «Химволокно» превращается в старинный салон губернского города. На паркет вступают участники бала. В роли дам и кавалеров выступают члены юно-армейского движения, а также ученики кадетских отделений. В 19-м веке офицер должен был также умело танцевать, как горцевать на лошади или стрелять. Движение развивается, и юно-армеец — это не только тот человек, который носит форму. Это не только тот человек, который участвует в различных митингах. Это не только для картинки. Участвует в различных мероприятиях, которые связаны с патриотикой. Один из этих примеров — это юно-армейский бал. То есть ребята совершенствуются во всех отношениях, можно так сказать. Сейчас времена другие, однако дух прошлого века по-прежнему заставляет учащенно стучать сердца. За слаженностью движений и кажущейся легкостью сколько потрачены силы энергии для сохранения традиций. В наше время дамам бывает сложно найти кавалера для исполнения бальных танцев. Однако некоторым улыбается удача, и партнер для танца сразу находится. Партнер сразу нашелся. Мы будем танцевать кадриль, вальс разные, свободная композиция. Кавалеры в этот день были одеты в свою парадную одежду, а девочки — по всем законам бала в длинных платьях и обязательно атрибут белой перчатки. Однако ребята не сразу соглашаются принимать участие в подобном мероприятии. Но те, кто погрузился в эту атмосферу, не хочет ее покидать. Когда это обязательно, то бывают трения. А те, кто уже захотел этим заниматься, те, естественно, полностью отдаются этому. И с удовольствием просят почаще с ними заниматься. Вальс, полонез, скотильон у юных пар может получаться не все. Однако организаторы надеются, что на следующих балах их подопечные смогут достойно исполнить и более сложные танцы. А традиция проведения мероприятия будет продолжена.